Всем привет, меня зовут Владимир Джет и вы смотрите Тест ТВ. Прошла неделя с того момента, как ко мне в руки попала новинка от Apple iPhone 5s. Настало время подвести итоги и огласить результаты моего тест-драйва. О чем я буду рассказывать? О том, сколько этот телефон разряжается-заряжается, о качестве камеры, о полезности или без полезности функции Touch ID и немного коснусь новой операционки. Но сначала об аккумуляторе. Официальной информации насчет объема аккумулятора от самой компании Apple нет, но естественно нашлись мастеры и ломастеры, которые вскрыли и посмотрели. 1570 мАч объем аккумулятора здесь, 5s, против 1440 мАч у пятой модели. То есть мы видим, что особого прироста в объеме аккумулятора нет. В то же самое время яблочные производители утверждают, что 5s будет работать на 2 часа дольше в режиме разговора, чем пятерка. А принимаем во внимание то, что внутри этого телефона установлен 64-битный процессор, который думает в 2 раза быстрее, а значит, по идее, энергии должен потреблять больше. Мы понимаем, что перед инженерами Apple стояла серьезная задача оптимизировать расход электроэнергии. Насколько им это удалось, я решил проверить. Честно признаюсь, все 10 часов подряд, которые Apple заявляет, что этот телефон выдержит, я по нему не разговаривал. Но в течение недели я несколько дней пользовался им в очень активном режиме. Звонки, прием-отправка смс-сообщений, съемка фото-видео, игрушки, переписка через интернет. В этом режиме телефон продержался у меня целый рабочий день, пролежал всю ночь и на следующее утро у меня было еще где-то около 3 часов, чтобы добраться до заветной розетки. В общем, назвать этот аппарат действительно долгоиграющим не получится. Кстати, раз уж мы заговорили о процессоре, я решил проверить это железо на известном бенчмарке Antutu. 13 089 очков. Весьма скромный результат, особенно на фоне флагманских моделей Samsung, которые в этом же тесте набирают больше 20 тысяч. Но говорить об объективности теста в этом случае нельзя, потому что здесь совершенно другая архитектура. Поэтому, чтобы постараться максимально объективно оценить качество картинки, я скачал пару игрушек. Вот, например, Asphalt 8. Ну, надо сказать, что 8 лет водительского стажа в реальной жизни не сильно повлияли на мои водительские способности в игре Asphalt 8. Я очень часто врезаюсь, но выглядит это чертовски красиво. Вот, кстати, еще одна игрушка. Называется она Real Racing 3. Она тоже есть и на айфоне, и на андроиде, но здесь она прорисована, на мой взгляд, гораздо лучше. Выглядит красивее. Да и врезаюсь я здесь меньше. Кстати, хочу рассказать, как я покупал эти игрушки в одно касание с помощью Touch ID. Заявленной компанией Apple схема покупки приложений и музыки в одно касание работает действительно удобно. Touch ID отрабатывают на ура. Ну, например, в App Store у меня несколько раз возникли трудности. Touch ID, в принципе, в большинстве случаев работает нормально. Приложение покупается одним касанием. Но все равно иногда придется вводить пароль. Например, после перезагрузки телефон точно попросит вас ввести свой текстовый пароль от Apple ID. Дальше все работает нормально, но у меня, например, пару раз еще спрашивал без перезагрузки. По какому принципу и в каких случаях конкретно это работает, я так и не понял. Кстати, каждый раз, когда я доставал этот телефон в компании своих друзей и коллег, обязательно все задавали мне один и тот же вопрос. Что случится, если мне отрубят палец? Ребята, все будет хорошо. Устройство может хранить до пяти отпечатков пальцев. Ну, а если вдруг случилось страшное, всегда можно воспользоваться цифровым паролем. Естественно, сразу нашлись экспериментаторы, которые стали пробовать разблокировать телефон без помощи рук. Например, пальцами ног, кошачьими лапами. Ну, а я решил попробовать использовать отпечаток собственного носа. Как видите, работает. Однако не со всеми кнопками здесь все так хорошо, как хотелось бы. Например, меня очень смутило то, что у кнопки Power есть небольшой люфт. На мой взгляд, для телефона нового, прямо из коробки, за который фанаты отдают такие большие деньги, это просто непростительно. Еще немного о внешнем виде устройства. Лично мне не хватило такой простой штуки, как световая индикация событий. Сейчас поясню. Например, когда у меня есть пропущенный смс, звонок или сообщение ВКонтакте, на моем Nexus загорается вот такой огонек. iPhone 5s в этом плане совершеннейший партизан. Пока не включишь, ничего не узнаешь. Теперь о том, что очень понравилось. Естественно, это камера. 8 мегапикселей, сенсор от Sony. Неплохо снимает, режим замедленной съемки. В общем, полный фарш. Для теста я выбрал несколько различных условий съемки. Например, из машины в движении, причем с контровым освещением. Макро. В условиях недостаточной освещенности в помещении и на улице, со вспышкой и без. Снимал в солнечный и пасмурный день. В общем и целом, камера 5s оставила у меня крайне приятное впечатление. Наверняка владельцу такого телефона таскать с собой фотоаппарат мыльницу больше никогда не понадобится. Но! Есть все-таки маленькая чайная ложка дегтя в эту 64-гигабайтную бочку меда. Это некоторые проблемы, связанные с новой операционкой. А именно, с экрана блокировки могут пропасть уведомления. Например, если вам кто-нибудь поставил лайк в инстаграме, вы нажимаете кнопку home, включается локскрин и уведомление о том, что вам поставили лайк, может исчезнуть прямо у вас на глазах и больше не вернуться. Второе, это клавиатура. Она везде разная. То есть, буквы и размер кнопок вроде бы везде одинаковые, но вот выглядит она везде совершенно по-разному. Например, здесь она выглядит вот так. В смс-сообщениях она белая. А, например, ВКонтакте, она вообще старая. Ну и еще один нюанс, это вот эта быстрая панель с переключателями. Здесь есть, например, дополнительная кнопка камеры, которая, в принципе, вызывается ярлыком с главного экрана, да даже с локскрин ее можно включить. А таких полезных переключателей, как, например, 3G и GPS, здесь нет. В общем, если взять все вышесказанное и поделить на стоимость аппарата, то можно сказать, что лично я торопиться с покупкой 5S не стал бы. Да, действительно, Touch ID удобная штука, но необходимость ее вызывает у меня сомнения. Возможно, когда в последующем сторонний приложение научится дружить с этой технологией, тогда это будет действительно необходимо. Но сегодня без этой функции вполне можно обойтись. Но для истинных фанатов Apple все это, конечно, не аргумент. В любом случае выбор за вами, но прежде чем купить, смотрите Тест ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok